Девушки отдыхают Лето 1942-го, Томск На почтамке приходит бедно одетая женщина И протягивает в окошко бланк телеграммы Телеграфистка с удивлением читает Москва, Кремль, Иосифу Виссарионовичу Сталину Дорогой Иосиф Виссарионович В боях за родину погиб мой муж Полковой комиссар Октябрьский Илья Федотович За его смерть, за смерть советских людей Замученных фашистскими варварами Хочу отомстить фашистским собакам Для чего внесла в госбанк на построение танка Все свои личные сбережения 50 тысяч рублей Танк прошу назвать боевая подруга И направить меня на фронт В качестве водителя этого танка Имею специальность шофера Отлично владею пулеметом Являюсь ворошиловским стрелком Мария Октябрьская Как это не удивительно Вскоре из Кремля приходит ответ Благодарю вас, Мария Васильевна За вашу заботу о бронетанковых силах Красной Армии Ваше желание будет исполнено Примите мой привет Верховный Главнокомандующий Иосиф Сталин Мария Горогуля Родилась 16 августа 1902 года в Крыму Здесь прошли ее детские и юношеские годы В 25-м она знакомится с курсантом Симферопольской кавалерийской школы Ильей Октябрьским Высокий статный военный Понравился ей И вскоре она становится его женой Мария старается ни в чем не отставать от мужа Много считает Учится на курсах медсестер Отлично стреляет из пулемета и нагана Умеет водить машину С 40-го года Октябрьский служит в Кишиневе 22 июня 41-го Кишиневцы проснулись от взрыва бомб На следующее утро Мария вместе с сестрой И другими членами семей командиров Эвакуируется на восток страны в Томск Сначала Октябрьская работает на строительстве Но давнишняя болезнь Заставляет ее перейти на работу Телефонисткой в военное училище Почти год она не имеет никаких вестей от мужа Лишь в конце лета 42-го Мария получает страшные сообщения С фронта 9 августа 1941 года В одном из боев на Украине Погиб смертью храбрых ее муж Полковой комиссар Илья Федотович Октябрьский Как Мария перенесла известие о смерти мужа С которым она прожила без малого 20 лет Можно только догадываться Мария Октябрьская Умеющая водить автомобиль Стрелять, метать гранату Оказывать медицинскую помощь Обращается в военкомат с просьбой Отправить ее на фронт В ответ отказ Перенесенная болезнь, возраст Тогда она избирает иной путь По всей стране идет сбор средств Фонд обороны И Мария решает купить танк Но на какие деньги? Вместе со своей сестрой На рынке распродает все домашнее имущество И вещи Остается только то, что надето на них Вскоре необходимая сумма собрана И сдана в Госбанк Октябрьская отправляет телеграмму в Кремль После ответа Сталина В мае 1943 года Октябрьская получает направление В Омское танковое училище Все экзамены Мария сдает на отлично И получает свидетельство механика-водителя Ей присвоено звание сержант Наконец осенью 1943 года Она получает свой танк На башне белой краской выведена Боевая подруга Мария Октябрьская Была механиком-водителем Танка Т-34-85 В нашем 2-м гвардейском танково-мутацинском корпусе В 26-й танковой бригаде Прибыла она нам в корпус В 26-ю бригаду И танк прибыл Под названием «Боевая подруга» Принял ее командир корпуса Брудейный Ну командир корпуса думает Что же ее посылать в бой Говорит Давай будете У меня на моем танке На танке командира корпуса Механиком-водителем Тот в атаку не ходит Нет Давайте меня Линейную часть И Брудейный Вынужден был ее направить В 26-ю бригаду Мария Октябрьская Вступила в бой 21-го октября 43-го года У деревни Новое село На Витебской земле Ее танк первым ворвался В расположение противника Огнем пулемета И гусеницами Уничтожил до 30 немецких солдат И офицеров Вместе с противотанковым орудием Бой был жестоким Досталось и боевой подруге Ударом немецкого снаряда Перебита гусеница Неподвижный танк Немцы расстреливают из минометов Не давая экипажу возможности Для ремонта Но экипаж выстоял Днем танкисты помогают пехоте Отбивать атаки немцев А ночью ремонтируют свою машину Они смогли установить гусеницу на место И через двое суток Боевая подруга возвращается С поля боя своим ходом Сказать, что на войне было не страшно И вообще, что не страшно было Это неправильно Страшно всегда, когда бомбят Когда обстреливают Когда снаряды летят Когда мины свистят Все страшно Но если ты покажешь, что это Тебе страшно То тебе грош цена Уже за первый бой Октябрьскую представляют К ордену Отечественной войны Первой степени Мария пишет сестре Можете за меня радоваться Получила боевое крещение Бью гадов Иногда от злости не вижу света Заслуга механика-водителя По существу на 95% От всего Стрелок стреляет Командир машины там Толкает ногами Или какими другими Подручными средствами Или кричит Если там давай Жми туда-то А механик-водитель Во-первых И направляет И поворачивается И давит Вы думаете Легко раздавить человека Даже врага Танк Того времени Привол Физических усилий Чтобы управлять Механик-водитель Управлять танком Она женщина Говорил командир корпуса Что слушай Вот Не надо Ты давай Даже Еще когда Я знаю В военкомате Ее направляли Говорили Что вы В танк хотите Может быть Там медсестрой Или так далее Павел Конечно Она герой Герой Настоящий герой 17 января 44-го В районе Станции Крынки Под Витебском Боевая подруга Принимает Свой последний бой Гитлеровцы Соорудили На востоке Белоруссии Глубоко Эшелонированную Оборону И держались До последнего Бой Продолжался Несколько часов Танк Октябрьской Своими гусеницами Давит два Противотанковых Орудия С прислугой В разгар Боя В танк попадает Вражеский снаряд Машина Не может Двигаться Дальше Под огнем Противника Мария Начинает Восстанавливать Разбитую гусеницу Но Осколок Разорвавшейся Мины Попадает Ей В левый глаз Она падает И теряет Сознание Ее выносят С поля боя На носилках Из полевого Медсамбата Октябрьскую На самолете Переправляют В Смоленск Во фронтовой Госпиталь Ранение Тяжелое Осколок Пробив Глаз Коснуться Мозга Большая Потеря Крови Общее Состояние Слабое Отмечает В карточке Медицинская Сестра После операции Марию Васильевну Переносит В палату В этот же день Вечером Октябрьскую Посещает Член Военного Совета Фронта Лев Мехлес Он успокаивает Ее Сказав Что экипаж Здоров А танк Цел Врачам Мехлес Говорит Чтобы раненую Готовили К отправке В Москву Но состояние Ее здоровья Не позволяет Осуществить Это Мария Васильевна Часто теряет Сознание От резкой Боли Которая Не проходит Ни на минуту 16 февраля К ней В палату Приходит Начальник Политотдела Бригады И вручает Орден Отечественной Войны Первой степени К ночи Состояние Ее здоровья Резко Ухудшается Она уже Больше Не приходит В сознание И на рассвете 15 марта Умирает Отважную Женщину С почестями Хоронят У стены Смоленского Кремля Рядом С гробом Ее экипаж Она так и Не успела Прочитать Их письмо Присланное Накануне С фронтом Здравствуйте Наша мама Мария Васильевна Желаем вам Самого скорого Выздоровления Мы глубоко Верим Что наша Боевая подруга Дойдет До Берлина За ваше ранение Мы будем Беспощадно Мстить врагу Через час Уходим В бой Обнимаем Вас все Привет вам Шлет Наша Боевая подруга 2 августа 44 года Мария Васильевна Октябрьской Посмертно Присвоена Звание Героя Советского Союза Всего лишь Год Не дожила Она До победы Стены Древнего Смоленского Кремля Они Видели Многое Осаду Поляков В далеком 17 веке Штурм Полчич Наполеона В 1812 Бешеный Натиск Гитлеровцев Летом 1941 Года У стен Этого Святого Места Похоронены Герои Великой Отечественной Войны Среди Них Мария Октябрьская В любое Время Года Здесь Горит Вечный Огонь Подвиг Отважной Женщины Не забыт А в Зале Славы В музее На Поклонной Горе На Мраморных Пилонах Выбиты Имена Более Чем 11,5 Тысяч Героев Войны Из них Женщин Всего 90 Среди Награжденных Санитарки Партизанки Подпольщицы Летчицы Но Одна Занимает Особое Место Это Мария Васильевна Октябрьская Первая И единственная За всю Историю Женщина Танкист Герой Советского Союза Мне Этот Бой Не забыть Нипочем Смертью Пробитан Воздух А с небосклона Бесшумным Дождем Падали Звезды А с небосклона Бесшумным Дождем Падали Звезды Редактор субтитров